Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня поговорим с комиссией, которая занимается вопросами культуры, туризма и многими другими. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, звоните. Мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня представители, как всегда, общественной палаты Одинцовского района Оксана Николаевна Маркина. Добрый вечер. Добрый вечер. Оксана Николаевна, консультант-эксперт общественной палаты. Раньше работала полноценно в комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Но мы сегодня с вами прям вот отдельно заново познакомимся, поговорим, потому что теперь, я так понимаю, вы как раз-таки с культурой работаете. Совершенно верно. Ну что же, очень хорошо. И также сегодня Виктория Викторовна Степанова в наших гостях. Добрый вечер. Здравствуйте. Виктория Викторовна, председатель комиссии по культуре, как раз-таки благоустройству и туризму. Ну что же, Виктория Викторовна, Оксана Николаевна, мы сейчас традиционно уже некоторое количество месяцев, недель знакомимся с новыми лицами общественной палаты. Вы, конечно, Оксана Николаевна, не новое лицо в общественной палате. Вы у нас уже были в студии. Жители нашего города и района знают вас прекрасно, как сотрудника комиссии по как раз-таки жилищно-коммунальному хозяйству. Но вот в новом третьем созыве вы, я так понимаю, решили переключить немножко сферу своей работы на культуру, благоустройство и туризму. Действительно, очень много у вас спектров работы, как раз-таки вашей комиссии можно запросто запутаться. Скажите, пожалуйста, почему решили? Ведь жилищно-коммунальное хозяйство, будем откровенны, одна из наиболее востребованных комиссий общественной палаты. У вас столько работы было, и у ваших коллег в новом созыве столько их осталось, что, ну, честно, с ума можно сойти. Как правило, у нас комиссия по ЖКХ означает бенефис в эфире, потому что аншлаг полный творится на телефоне, люди звонят, спрашивают и так далее. Почему решили в культуру пойти? Вы знаете, Станислав, вот насколько мне известно, в полномочия комиссии по культуре, благоустройству и туризму входят тоже решения наболевших вопросов, которые как раз-таки требуют юридического какого-то вмешательства. Поскольку я юрист, мне оказывают некие консультационные моменты, пишут ответы на обращения граждан. Вот, например, один из вопросов, это в данный момент наша комиссия принимала участие в мониторинге детских площадок. Да, то есть... Не принимают участие в дальнейшем. Не принимают в дальнейшем. Состояние, вот то, о чем вы рассказывали в прошлый раз. Конечно, да. Общественная палата активно этим занимается, и мы содействуем с некоммерческими организациями, которые также занимаются мониторингом. Как раз Оксана Николаевна, она является тем рычагом, который нам помогает понять всю суть проблемы, какую-то законодательную базу. Вот, поэтому... Да, и потом я хотела бы сказать, что ушла из комиссии по ЖКХ, это, наверное, немножко неправильная постановка вопроса, ввиду того, что общественная палата в целом, она является такой некой командой, которая... Не важно, в какой ты комиссии работаешь, да, там, в культуре, в ЖКХ. Мы в любом случае команда, мы в любом случае созваниваемся, мы консультируемся. Если необходимо, я вступлю в какую-то рабочую группу по вопросам той же комиссии по ЖКХ. То есть мы работаем все так же, в том же ключе, просто вот немножко, возможно, хочется еще и творчески развиться. Ну и плюс сейчас пример, который вы привели, нам показывает, что, в общем-то, все довольно близко находится, потому что, с одной стороны, комиссия по культуре, а с другой стороны, детские игровые и спортивные площадки, это то, что, в общем-то, нередко затрагивает работу комиссии по ЖКХ. Ну, конечно, это, в первую очередь, общественный контроль, это, в первую очередь, общественная палата занимается общественным контролем. Поэтому любая комиссия занимается, в первую очередь, этими вопросами, а потом уже всеми остальными. Поэтому, в какой бы ты ни был комиссии, в любом случае, правильно сказала Оксана Николаевна, это ты являешься частью одной большой дружной команды, которая работает каждый день на благо жителей нашего района. Ну, вот на сегодняшний момент вы для себя выделили какое-то вот четкое, конкретное направление, которое вам наиболее интересно, которым вы хотели бы заняться? Вы знаете, ну, во-первых, у нас поступает ряд обращений, на которые мне приходится отвечать, вот, применять как раз-таки свои юридические навыки и знания. Какой-то вот определенной работой, наверное, я не планирую заниматься. В целом, работать в комиссии. Помогаясь по тем вопросам, которые есть. Просто я вам объясню сейчас. Приходит очень большое количество обращений, и я тоже обращаюсь и к жителям, чтобы они понимали. Любое обращение до нас доходит. Но, естественно, у нас существует определенный журнал, да, прием этих обращений. И когда мы с ними работаем, и период работы, и любое обращение, которое до нас дойдет, оно будет исполнено. Мы постараемся помочь и как-то разобраться в этом вопросе. Но это будет не... Сегодня я написала обращение, а завтра мы полностью помогли. Потому что мы работаем на весь район, и, соответственно, обращений очень много. Ну, я так понимаю, нужно, конечно, уточнить для наших зрителей, что речь идет не о том, что вам написали, и вы сто процентов решили любую проблему. Вы не все рассмотрели. Конечно, мы рассмотрели, потому что нужно понимать, что общественная палата, мы можем делать очень многие вещи. Но, к сожалению, не все от нас зависит. Да, мы можем помогать жителям как-то и с властью, и понять, какие надо вопросы поднимать, и какие, допустим, документальные вещи писать. Но бывают такие случаи, они есть, действительно, когда мы делаем все, что мы можем делать, но возникают такие обстоятельства, что мы... Ну, не входит полномочия общественной палаты, и мы, к сожалению... Ну, тем не менее, я, насколько понимаю, сегодня все-таки вы, как минимум, двух жителей нашего Одинцовского района облагодетельствуете, давайте так скажем. Это наши школьники, ученики первой Одинцовской средней общеобразовательной школы, двое учеников шестого Г-класса. Они чуть-чуть попозже появятся в эфире. И почему? Потому что они у нас оказались очень сносными, интересными, хорошими поэтами. Я думаю, можно даже так это сказать, не будет это помпой. Давайте расскажем нашим зрителям, в чем идея. Вы организовали и основали конкурс по стихотворчеству. Да, посвященный как раз 60-летию города Одинцова. У нас проходили ряд мероприятий вообще по этому вопросу, проводимый нашей общественной палатой. Вот как раз наша комиссия, она открыла такой интересный конкурс, посвященный Дню города, именно стихотворений. И задумку сделала очень интересную, чтобы основной такой приз, это было принять участие в телепрограмме, разберемся. И также победители будут напечатаны в газете Одинцовской недели. Вот как раз 1 сентября мы подвели итоги конкурсов. Действительно, спасибо, газете уже все опубликовано. И ребята действительно у нас заняли, у нас два первых призовых места, потому что телезрители потом услышат, что невозможно было ни одно или другое стихотворение как-то отличить. И, соответственно, сегодня звездный час. Спасибо большое вам, что вы дали такую возможность ребятам, потому что сами прекрасно... Да, ребятам спасибо, что... Да, будут гореть глаза. У них горят глаза, да. Мы сейчас их послушаем, давайте примем звоночек нашего телезрителя, потом продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Вы очень красиво сегодня смотришьесь. Спасибо. Вопрос у вас к вам такой. Вот у нас в Одинцово был рецептурный отдел на улице Маковская, в аптеке. Его закрыли. И по всем районе, и нигде нет, если выписывать такие, ну, какие-то особые рецепты, купить невозможно в Одинцово, его отоварить, как сделать, получить лекарство. Только в Москву. Я-то в Москве там два, две аптеки нашлись, уже звоню два дня, никак не могу дозвониться, не отвечаю. Понял я вас. А какие конкретно у вас препараты, если это не секрет, конечно, ну, хотя бы направление. Ну, там просто в английском написано. Не, я не про название, я про заболевания, которые они помогают лечить. Типа на голове выскочил грибок такой. А, понятненько. Вот нужно там делать рецепты, дерматолог выписывает рецепт, там оплачив, уже 430 рублей платил, там все. Ну, вот закрыли, и все, нет. Понял я вас, спасибо большое за звонок. Смотрите, насколько я знаю, на самом деле рецептурных таких вот аптек в Одинцовском районе и вообще в городе Одинцово много. Не так давно у нас, несколько месяцев буквально прошло, как еще одну новую открыли. На открытии даже глава района Андрей Робертович Иванов присутствовал. Я думаю, что мы сейчас в любом случае передадим ваш телефон, ваши контактные данные в профильную комиссию по здравоохранению, скорее всего. Они, ну, я думаю, вас проконсультируют. Я прям вот, ну, конечно, не обещаю, но мне вот странно кажется, да, что у нас в городе Одинцово нет реально аптеки, которая могла бы вам по рецепту предоставлять по такому, ну, скажем, прямо широко известным проблемам. Ну, вы знаете, Сатослав, на самом деле это не первый уже звонок, не первое обращение именно в общественную палату по этому вопросу. Поэтому комиссия по здравоохранению у нас работает в этом направлении. Ну, возможно, как вот предложение такое сделать, может быть, на сайте общественной палаты, да, разместить информацию, адреса, да, именно тех аптек, где действительно можно поехать и купить то или иное лекарство, поэтому, чтобы действительно не получилось так, что тебе и пойти некуда, да. Ну, в любом случае, как минимум, повторюсь, мы ваши контактные данные в комиссию профильную передадим, они просто с вами свяжутся, и если действительно есть возможность как-то облегчить всю эту историю, может быть, подскажут они вам какое-то другое место в городе Одинцово. Я думаю, что обязательно подскажут. Да, конечно, ну, в любом случае постараются помочь. А сейчас, я думаю, что пора пустить наших поэтов в студию. Мы сейчас, уважаемые зрители, вам, а также нашим гостям покажем, как проходил праздник ко дню города Одинцово у нас в районе, на центральной площади, да и вообще везде в городе Одинцово. Непосредственно подведение итогов этого конкурса стихотворного как раз-таки приурочили к празднику нашему. А пока вы будете смотреть сюжет, наши поэты, юные начинающие как раз-таки займут свои места в нашей студии. Прошу. Одинцово – это город, который всем представляется по-разному. Кто-то здесь проездом и не особо вникает в жизнь горожан, а для кого-то он малая родина. Любимый Одинцово или сокращенно ласково – Оди. Город, которым всегда есть повод гордиться. Нашим детским садом. Номер 79. Самый лучший детский сад. В городе Одинцово, очень много места. Тут можно играть, веселиться. Самая большая гордость, я считаю, это отношение жителей к городу, в котором они живут. Все, вот сегодня это очень видно, что все жители очень довольны, все гордятся своим городом. Все с радостью идут на праздник, на его день рождения. Наш город может гордиться людьми. Вот такого насыщения и богатства людей, разнообразных профессий, ни в одном городе Подмосковья нет. В празднование 60-летнего юбилея открыло грандиозное карнавальное шествие. Перед его началом возле Георгиевского храма развернулись творческие мастерские. Чтобы принять участие в карнавальном шествии, не обязательно готовить костюмы заранее. Можно сделать это здесь, на месте, из подручных средств. Клея, карандаши, бумаги и ножницы создать замечательные костюмы. Фантазия у Одинцовцев, несомненно, богатая. Разнообразие костюмов поражает. Кого здесь только не встретишь. У нас гигантские шашки. Шашечный король, шашечная королева и шашечный принц. У нас сегодня команда очень боевая. У нас костюмы и сказки малыша Карлоса. Все вот у нас 10 человек. И Карлоса. Видите, кто? Наша фокинг-бокс, действительно. Это вот две клубнички и яблоко. У меня смура. Есть игра такая, знаете, в планшете, когда фрукты летят разные, и надо сабли пересекать. Вот типа из игры этой. Я баклажан. Овощи. Только, чтобы никто не кушал меня, не дамся. В этом году в процессе и впервые приняли участие велосипедисты и бакеры клуба «Ночные волки». Всего в карнавальном шествии приняли участие более двух тысяч человек. А точнее, спортсменов, фруктов, овощей, существующих и мифических животных. Героев, известных сказок, мультфильмов, феи, роботов. Не обошлось без цыган и скоморохов. Привет, привет! Одинцова 60! Поздравляем! С днём города Одинцова! С праздником всем! Отличного настроения! С песнями и танцами красочная процессия прошла по улицам маршала Неделина, маршала Жукова и финишировала на центральной площади. Здесь всем участникам карнавального шествия вручили памятные подарки. Авторам самых ярких и оригинальных костюмов супер-призы. В этот день наградили также заслуженных деятелей Одинцова, профессионалов своего дела, врачей, полицейских, работников культуры, почётные грамоты. И благодарственные письма от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва самым активным и трудолюбивым жителям вручил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. А вот самый сладкий сюрприз, который ждал всех гостей праздника. Эксклюзивный 170-килограммовый торт. Старались все, работали днём и ночью, очень трудились. Все были заинтересованы в этом торте, чтобы он был вкусный, красивый, чтобы всем понравился. Над этим кондитерским чудом трудились 15 мастеров. Для изготовления торта им понадобилось целая неделя, несколько тысяч яиц для бисквита. Первый кусок от самого большого в Подмосковье торта отрезал глава Одинцовского района Андрей Иванов. Гости праздника высоко оценили как угощения, так и развлечения. В течение всего дня на главной площади города работали тематические площадки. Гости праздника смогли принять участие в театральных постановках, мастер-классах по танцам или, например, боксу. Праздник – это не только праздничная программа и концерты для нас, как для чиновников. Это некая отсечка, к которой мы должны постараться совершить объекты строительства, сделать ещё один шаг в создании комфортной среды для наших жителей. Почётным гостем торжества стал народный художник Советского Союза, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. В качестве своего подарка городу он провёл мастер-класс по живописи для детей Одинцовского района. Вот на торжества я поставил цветы. Знаете, там очень интересные отношения цветовые. Тёплые, холодные тона и так далее. Вот я хочу, чтобы дети чисто живописной, в принципе, живописной манерой, они передали вот это на торжество. Подарки городу сделали и многие частные компании. Так, один из крупных банков установил в центре Одинцова необычную лавочку. Если в прошлом году мы дарили на день рождения фотовыставку, посвящённую храмам России, то в этом году мы решили сделать подарок, который, я надеюсь, останется на долгие годы и будет радовать наших жителей ещё долгое время. Мы подарили, мы дарим место встреч и счастья. Незабываемый сюрприз Одинцовцам сделал и заслуженный артист России Валерий Меладзе. Его популярные песни стали лучшим подарком для гостей. Я загадывал в запрятные зоны, забывал я забыть и многократно. Я проигрывал и под чемпионом, и потом помню, всё понятно. Что же, вот такой замечательный праздник в городе Одинцово не так давно прошёл. А теперь давайте поприветствуем у нас новые гости в студии, наши начинающие поэты Одинцовского района Борис Соболев. Боря, здравствуй. Здравствуйте. А также у нас Ярослав Женталай, правильно ударение поставил? Да, здравствуйте. Ребята, вы ученики Одинцовской средней школы номер один, правильно? Правильно. Шестой Г-класс. Да. Вместе учитесь. Да. Ну что, я, честно говоря, впервые за всю нашу историю передачи не очень знаю, с чего начать разговор. Как вы вообще вот решили поучаствовать в шестом классе, начать писать стихи? Я вообще тоже пишу, не стихи, я прозу пишу, но и в шестом классе у меня вообще совершенно другие были интересы и всё. Вот, Ярослав, давай с тебя начнём. Как вот вообще ты к этому пришёл, как ты это придумал? Ну, я начала писать стихи с садика. Я не с шестого класса, но у меня этот дар развивался с детского сада до шестого класса, и вот мне моя учительница русского языка предложила поучаствовать в конкурсе. И я написал стих про Одинцова и занял первое место. Ну что, давай послушаем. Уважаемые телезрители, мы сейчас будем слушать стихотворение, которое Ярослав Женталай написал специально для тематического конкурса общественной палаты Одинцовского района, писал к 60-летию нашего любимого города Одинцова. Прошу, давайте его послушаем. В нашей жизни много ярких красок, в ней прекрасно каждое мгновение. Одинцова, город, что всех краше, празднует сегодня день рождения. И с каждым годом он становится все краше, и радость бьет в нем полной волшебной чашей. Живем его мы славной душой и связаны с ним общей судьбой. Ведь город мой – это же часть меня, мои падения и взлеты. В нем моя дружная семья живет, мечтает, спешит по работам. И сердце наша гордость наполняет, что Одинцова ярко процветает, что жили здесь Тулубка и Рудской, что автором герба стал наш земляк Дубасов. Спортсмены Логинов и Вербовой всем показали Одинцовский дух лихой. Да, город наш не только улицы, это пруды, где небо не хмурится. Это леса благодать и славная история рать. А в храмах наших так душа трепещет, словно птица. Молитва просится ложиться на уста, преображаются, светлеют наши лица. Слагается рука в знамении креста. Да, не привык наш Одинцов от трудностей бояться. Значит, будет он расти, богатеть и развиваться. Город, что людьми и Господом хранимый. Город-труженик, единственный, неповторимый. Пусть с каждым годом возрастает, и с каждым днем пусть процветает. Каждый житель, каждый дом счастливы пусть будут в нем. Замечательно. Позволь пожать твою мужественную поэтическую руку. Слушайте, ну правда красиво. Замечательно. Вот, если не секрет, тебе сколько сейчас годиков? Двенадцать. Двенадцать, но уже не годиков, уже лет. Раз двенадцать. Двенадцать лет ты уже думаешь о Боге. Я служил в церкви, в алтаре был. Ну вот. Это же вообще, ты представляешь, насколько это вот сейчас редкость, к сожалению. Насколько это приятная и правильная редкость. Потому что я уверен, что ты, раз ты пишешь такие стихи, ты уже понимаешь, что мода это вещи приходящие. А есть некоторые вещи просто правильные по жизни. И вот то, что ты там написал, то, что ты сейчас озвучил, это замечательно. И то, что ты знаешь историю нашего края, что ты знаешь о наших великих спортсменах, то, что ты ценишь и понимаешь природу. Сейчас небольшое признание, уважаемые зрители, и вам, и нашим гостям расскажу. Когда мне было двенадцать лет, меня родители таскали в загородный дом, в Звенигороде он у нас располагается. И я этого не понимал совершенно. У меня друзья были в Москве, у меня были компьютерные игры, такой Counter-Strike, мой любимый был в Москве. И вот как только наступало лето, я думал, наконец-то раздолье, позитив, веселье, а меня тащили в Звенигород. Ничего этого не понимал, сейчас всей душой жалею, что не понимал. Что не понимал вот этих вот правильных летних забав, спорта, футбола, река, Звенигородских лесов и так далее. А вот у тебя все сейчас вот просто правильно. Пожелание лично от меня, чтобы у тебя все это укоренилось и дальше развивалось. Спасибо. Ты прям вот огромный молодец. Тебе спасибо. Боря, давай теперь с тобой поговорим. У тебя тоже стихотворение, оно тоже заняло первое место в конкурсе общественной палаты. Тоже про город Одинцово. Давай, не буду больше болтать, разговаривать. Чисто отдаю тебе слово. Прошу, читай. Одинцово – город новый. Все мы любим Одинцово. Современные дома, сквер при каждом доме. Одинцово – город спортивный. Это всем, конечно, видно. Спорт, а есть дворец прекрасный. Он построен не напрасно. В парк спортивный круглый год ездит погулять народ. А еще, скажу я вам, есть у нас старинный храм. Из старых зданий сохранилось три. Заезжий дом, вокзальный, контора, посмотри. Ну, а книжный магазин в мире он такой один. Город наш хоть молодой, можем похвалиться. Хоть и рядом он с Москвой, есть там чем гордиться. Замечательно. Тоже, давай, пожгу твою руку. Ты молодец огромный. Борь, а как писал? Вот Один или родители помогали? Мне помогала в этом моя бабушка Марина Сергеевна. Марина Сергеевна, огромное вам спасибо за то, что воспитали такого внука и помогли ему такое замечательное стихотворение написать. Прям очень приятно слушать ей. Послушай, а вот как у тебя вообще рождаются эти образы? Ты же писал о старинных зданиях, об улицах, о наших людях. Вот как ты вообще до этого додумался? Ну, может быть, я не знаю, ты читал какие-то книги, вдохновлялся чем-то? Не знаю, я просто иногда совершал походы в церковь. Церковь, вот перед учебным годом я ходил в церковь, меня причастили от всех грехов, которые мне Господь наслал. Я тебя понял, слушай. Ну, стихи, правда, замечательные. Ты у нас будешь еще писать? Если еще конкурсы будут. Общественная палата, проводите конкурсы, проводите, не жалейте времени, не жалейте силы. Посмотрите, у нас прекрасное поколение растет на смену. Ребят, спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня приходили. И еще большее спасибо, что не занимаете пассивную позицию, что уже с 11, с 12 лет, с 6 класса участвуйте в конкурсах, пишите стихи, интересуйтесь, читайте. Здорово. Очень приятно было с вами познакомиться. Еще разок, если не против, пожму ваши мужественные руки и спасибо. Уважаемые зрители, а пока наши гости снова меняются, вы уже поняли, у нас техническая пауза, я вам предлагаю досмотреть, как день города Одинцова заканчивался. Вечерняя программа, концерт и праздничный салют. Свой 60-й день рождения город Одинцов отмечает именно так, как и нужно, с песнями, танцами и отличным настроением. А центр этого веселья прямо здесь, в сердце города, на главной площади Одинцова. До позднего вечера для гостей праздника работали выставки, мастер-классы, организаторы проводили конкурсы и спортивные соревнования. Самые активные участники могли выиграть билеты в кино, праздничные сувениры, сертификаты от ресторанов, салонов красоты и интернет-провайдеров. У нас очень хорошее настроение, мы любим наш город Одинцово. И прекрасный праздник сегодня, и погода просто чудесная. Все нравится, мы вас одет ждем. Хорошее настроение, отлично. Праздником всех Одинцовцев и москвичей к тому же. Счастья, здоровья, любви. Как и каждый год, на главную сцену поднялись выдающиеся спортсмены, жители города Одинцова, которые своими достижениями прославляют нашу страну на весь мир. Памятные награды и призы им вручили глава города Александр Гусев и герой Российской Федерации Лариса Лазутина. Если помните, 7 лет назад на этой сцене стояло всего 12 человек. Сегодня их уже 30. Город Одинцово по праву считается спортивной целицей Подмосковья. Так это и есть. Еще раз вот этим красивым парням и девчатам. Ура! В честь юбилея танцевально-музыкальная часть праздника превзошла все, что жители и гости города видели прежде. Рок, рэп, поп-музыка, поражающие воображение танцы и невероятная музыка. Хедлайнером концерта стала рок-группа «Моральный кодекс». С наступлением темноты площадь все еще заполняли тысячи и тысячи человек. Все с нетерпением ждали грандиозного финала, праздничного салюта. Ну что же, замечательное мероприятие, замечательный праздник. Я думаю, что, как и было сказано в сюжете, город Одинцово действительно отметил город, свой день города, уже заговариваться начал именно так, как и нужно отмечать юбилеи. С танцами, с песнями, с хорошим настроением. В наш студии вернулись гости из общественной палаты Одинцовского района. Ну что же, дети действительно просто прекрасны и душа радуется. И праздник был замечательный у вас. Я так понимаю, что работала целая площадка полностью организованной общественной палаты Одинцовского района. Да, на центральной площади мы работали, у нас был пароль около бегемотиков, мы собирали. Спасибо администрации города и района за то, что выделили нам эту площадку, дали нам сцену, соответственно, поставили необходимых людей, которые смогли помочь нам. И общественная палата работала как раз на благо жителей. И у нас было направление, именно детское направление, была целая интерактивная программа. Мы работали с 11 до 3. С 11 у нас было начало, с 12 уже, соответственно, мастер-классы. У нас были различные концертные программы, которые представили местные исполнители. Была фото-выставка молодого как раз фотографа Дианы Шульгина. Хотелось бы выразить также огромную благодарность нашей общественной палате, всем, кто принимал участие, все, кто вел и дел эту программу. Рязанова Галя, Ольга Лащева, Оксана Евгения Степченкова, Максим Цибуляк. Также на «Один города» в нашей комиссии есть замечательный художник, это Попов Анатолий Васильевич, который преподнес удивительный подарок «Один города», это календарь своих картин. Называется «Прогулки по Одинцову, Одинцову сквозь года». Соответственно, смотришь на этот календарь и удаешься, как будто он посетил какую-то машину времени, и прошел сквозь года, и увидел, какое Одинцову было в те времена. То есть, допустим, наш какой-то собор, но только, допустим, он изображен в 812 веке. Художник передвижник. Да, художник такой. Также наша интерактивная площадка привлекала очень много... Вы знаете, Виктория, на секундочку вас прерву, а Анатолий вообще прекрасное впечатление произвел еще, когда у нас был гостем в студии. При том, что он сам не выраженец города Одинцова, просто поражает, насколько он лучше многих, пожалуй, Одинцовцев знает про этот город и про его историю. Да, поэтому вот тоже ему большое, огромное спасибо. Ну да, он с помощью своих картин выражает, рассказывает о истории города и не только Одинцова. То есть, насколько мы поняли, пообщавшись с ним, что он как раз ездит по многим городам, делает зарисовки, именно вот работает в направлении как художник-передвижник. То есть, вот стилистика такая у него и рассказывает как раз об истории нашего города, нашего района и показывает это на картины. Картины, самое главное, чтобы они были живые, они у нее живые, поэтому это пользуется большой популярностью. Также наша площадка 2 сентября, которую мы проводили, помимо концертных номеров, мастер-классов, у нас было пожелание городу. Это была карта пожеланий, где жители желали городу Одинцова, ну, разные вещи. И самых пожеланий классных это счастье, добра, мира, да, чтобы не было войны, хорошего города настроения, погоды. Вообще хороший признак именно русского человека, что он частенько желает именно мира. Ну что же, у нас, к сожалению, вышло наше время эфирное. Спасибо вам большое за сегодняшнее ваше посещение, за ваши рассказы, за таких замечательных детишков нам сегодня привозили. Будем надеяться, что в следующий раз, когда увидимся, будет еще больше массовых интересных акций от Общественной палаты Одинцовского района. Спасибо, что приезжали. Спасибо вам. Уважаемые зрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили с комиссией, которая занимается преимущественно вопросами культуры, туризма, а также благоустройства нашего района. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели или сразу напрямую обращайтесь в Общественную палату Одинцовского района. У них на официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи и там же написан адрес электронной почты, на который вы также можете писать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и увидимся.